Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В преддверии сезона виноделия мы с вами начинаем беседы о вине. И сегодняшний разговор наш пойдет о том, как выбрать лучший рецепт вина. А на самом деле мы поговорим о том, что рецептов вина не существует. Я объясню почему. Расскажу, какие самые частые ошибки совершают начинающие виноделы. Ну и конечно поговорим о том, на что же нужно обратить внимание вот этому самому начинающему виноделу. Итак, несмотря на то, что в заголовке я все же использовала слово рецепты, но мы начнем с того, что рецептов вина не существует. Существуют технологии. Почему? Давайте немножко разберемся. Что есть рецепт? Рецепт это указание о способе приготовления, изготовления, чего бы то ни было. И в рецепте у нас всегда есть четкие пропорции. Надо делать вот так, вот так и вот так. Что есть технологии? Технологии это совокупность методов и процессов в изготовлении, либо в приготовлении, чего бы то ни было. В чем глобальная разница? Например, мы с вами печем булки по какому-то рецепту. И в рецепте у нас указано, возьмите строго вот столько-то муки, столько-то воды, столько-то сахара, полчасика, допустим, там тесто должно подойти и все. И у вас получится желаемый результат. И то хорошие хозяйки знают, что такие рецепты не всегда работают. Потому что дрожжи могут себя повести немножко по-разному, если это дрожжевое тесто. Мука может вести себя по-разному в зависимости от того, какая это мука. И в некоторых случаях надо больше, надо либо меньше этой самой муки. В виноделии все на самом деле гораздо-гораздо сложнее. И чуть позже я поясню почему. Конечно, когда мы ищем именно рецепт вина, то мы и находим эти самые рецепты. И, как правило, в них указано, возьмите 6 кг винограда, налейте туда 6 литров воды, добавьте туда еще сахара. Ну, это, конечно, рецепт, но не вина ни в коем случае. Это рецепт браги, не знаю, компота, спиртосодержащей какой-то жидкости, но не вина. Я как-то даже встретила такой рецепт, когда на литр виноградного сока добавляется 1,2 литра воды и 400 г сахара еще на каждый литр. Ну, это компот. Ну, никак не вино. Смотрите, вино изготавливалось тысячелетиями. И почему оно делалось именно из винограда? Потому что виноградная ягода не требует для получения вина ничего больше, кроме виноградного сока. 8 тысяч лет назад в человечество было изготовлено первое вино. И если бы надо было добавлять воду, сахар и вот это вот все, ну, вы, может, и не узнали бы вообще, что такое вино, либо узнали бы гораздо позже. Нормально выращенный виноград не требует к себе ничего. Конечно, бывают исключения, и о них мы обязательно с вами поговорим. Теперь вернемся вновь к вопросу, почему же у вина нет рецепта. Во многих моих видео, где я рассказываю про те или иные технологии вина, либо этапы приготовления, часто я получаю комментарии, ну, я бы сказала от незнающих людей, что нет конкретики. В вине, к сожалению, конкретики нет. А точнее, ее слишком много. Нам надо учитывать слишком много параметров. И это целая таблица данных. Нельзя сказать, что вот делаю вот только так, или вот только так. Целая таблица данных. При таких-то условиях надо вот это, при таких-то это. Столько-то сахара дает, столько-то спирта. В кислотность мы вообще не лезем. И много-много чего еще. То есть там конкретики слишком много. И уложить их в одно 15-20 минутное видео, ну, просто нереально. Люди четырехтомники пишут на эту тему. И вот пример. Во всех рецептах якобы вин присутствует добавление сахара. Зачастую это 200-300 грамм на литр. Но в виноградной ягоде есть свой сахар. Иначе бы она не превращалась бы в вино. И этого сахара обычно достаточно. Более того, содержание этого сахара может очень сильно варьировать. Оно может быть 18%, а может быть 30%. И 30% это уже очень много. Это уже переспелый виноград, слишком спелый. И вот вы берете такой виноград и еще по рецепту еще туда 200 грамм или 300 сахара добавили. Вы получите сироп, но никак не вино. И такое вот, оно даже бродить нормально не сможет, потому что сахара будет слишком-слишком много. Или, например, добавление воды тоже. На столько-то килограмм винограда добавьте столько-то воды. И, как правило, эти пропорции практически одинаковы. Вопрос, зачем? Зачем мы вот это разводим? Конечно, если у нас, опять же, очень переспелый виноград, где слишком много сахара, где он слишком концентрированный, ну, может быть, в некоторых случаях имело бы смысл разбавить это сусло. Но если у вас и так виноградик не совсем дозрелый, он и так своих кондиций не набрал, а вы еще туда воды линули, причем половину, это компот. Но никак не вино. Вот эту жидкость вином называть, ну, вообще нельзя. Теперь мы с вами переходим к конкретике, которой с одной стороны слишком много, а с другой стороны слишком мало. Мы с вами возьмем всего лишь один параметр для примера. Это сахар. Один грамм сахара дает приблизительно 0,55 градусов спирта. И, следовательно, вы, зная свои пожелания к итоговой спиртозности, к тому, какое вино вы хотите получить, и зная первоначальный параметр, который измеряется специальными приборами, и ими нужно обзавестись, я вам оставлю ссылку на видео прошлого года, где я рассказывала, какие приспособления желательно иметь для приготовления вина. В каком-то из видео я еще раз это покажу. Но мы измеряем прибором, да, у нас есть пожелания, у нас есть изначальные параметры, и исходя из этого мы принимаем решение, надо нам что-то добавлять, либо не надо, либо у нас и так все хорошо. И, как правило, если у вас хорошо вызревший виноград, то ни в каких добавлениях сахара он не нуждается. Еще, пожалуйста, запомните одну очень-очень важную вещь. Кислоту в вине сахар не убирает. Он ее может замаскировать, и то не всегда. Поэтому добавлять сахар в вино для того, чтобы уменьшить его кислотность, ни в коем случае не следует. Но вообще, как правильно добавлять сахар в вино, повторюсь, в случае, если это действительно необходимо, есть отдельное видео под этим роликом, я вам оставлю ссылку на него. Но для продолжения нашего разговора, я вам привожу самую упрощенную схему приготовления вина. Смотрите, на каждом из этих этапов у нас могут быть ответвления. Тот же сбор винограда, в зависимости от типа вина, которое мы хотим, красное, белое, либо игристое вина, мы снимаем виноград в разной степени зрелости. Может быть, наоборот, у нас есть виноград определенных параметров, и в зависимости от них мы принимаем решение, какое вино нам лучше сделать. Дробление и прессование у нас может быть совмещено. Прессование для белых вин будет перед брожением, а у красных после. Брожение также может идти по-разному, с гребнями или без. На мязге можно держать кратко, а можно долго, и у вас получатся абсолютно разные вина. Можно использовать карбоническую мацерацию. Когда дроблений нет, и брожение начинается внутри ягоды. И сам процесс брожения, он тоже может происходить по-разному, в зависимости от того же сусла, насколько там много питательных веществ, насколько там много сахара, либо мало, в зависимости от температуры, то есть в зависимости от многих условий. Поэтому такой вот конкретики, либо ее слишком много, либо ее слишком мало. Даже у поклонников конвенционального виноделия, которые используют серу при приготовлении вина, еще там кучу различных добавок, нельзя добавлять серу просто так вот в какое-то количество на какое-то количество литров. Нет, правильный расчет серы производится только от параметров первоначальных вашего сусла. Мы учитываем PH, и в зависимости от него идет расчет, сколько этой самой серы нужно добавить. Так и только так. Поэтому у вина нет рецептов, есть технологии, мы учитываем определенные изначальные параметры, учитываем то, что мы хотим получить в итоге, и в зависимости от этого мы проводим определенные действия в самом процессе приготовления вин. Конечно, есть некие базовые технологии, на которые мы можем опираться. Некоторые из этих базовых технологий мы рассматривали в предыдущих сезонах, и ссылки на эти видео я вам оставлю. Ну, конечно, базовые технологии, базовый процесс приготовления вин подходит далеко не всем сортам винограда. Есть сорта винограда с определенной спецификой, и к ним желательно применять несколько другие методы. Если вам интересно, чем мы должны руководствоваться при подборе этих методов, и какие там могут быть вариации, то пишите в комментариях, я сниму по этой теме отдельное видео. Ну, а теперь переходим к ошибкам. Я думаю, что вы уже догадались, что, конечно, самая основная ошибка начинающих виноделов это изготовление вин по вот этим самым рецептам, без учета изначальных параметров, без знаний и понимания технологий, а руководствуясь вот этим, вот добавь сахара, добавь воды. Следующая ошибка связана все с тем же сахаром. В некоторых рецептах я встречала такую вещь, что в процессе вино немножко побродило, его обязательно надо попробовать, и если оно будет кислым, то добавить сахара. Напомню, о чем я вам говорила несколько минут назад. Сахар не убирает кислоту. Это раз. Во-вторых, люди, которые это писали и переписывали, совершенно не знают технологии приготовления вин и особенности приготовления вин. Дело в том, что когда виноградное сусло, вот первоначально мы отжали сок, какой он бы ни был сладким, через некоторое время, когда дрожжи, сахар съедают, оно по вкусу будет казаться кислым. Это нормально, это особенности нашего вкусового восприятия. И сахар для этого сыпать не нужно, потому что либо он перебродит в спирт, у вас получится слишком крепкое вино, либо брожение вообще остановится, потому что вы сахара слишком много добавили. Но кислоту этим вы не уберете. Более того, кислота вину нужна. И вот эта кислота, которая вам сразу кажется резкой, за счет того, что сахар ушел, потому что особенности нашего вкусового восприятия, мы воспринимаем не сам по себе вот этот вкус кислый или сладкий, а гармонию. Может быть много кислоты, много сахара изначально в ягоде, и вам кажется, ягода вкусная. Как только сахар начинает уходить, кислота становится более заметной. Но это маскировка в ягоде, а в вине в дальнейшем с сахаром вы кислоту не уберете. Со временем, в процессе брожения, она трансформируется, она становится более мягкой, и само вино становится более мягким. И более того, винам кислота в определенной степени нужна. Без нее они будут плоскими, они будут безликими, они будут пресными. И поэтому, если вы вот так вот будете пробовать и добавлять сахар, как вам советуют в рецептах, то нужной цели вы не добьетесь, а скорее всего просто, ну, ваше вино испортится, что я думаю, вам совсем не нужно. Дальше, снова про сахар. Если вы хотите получить вино полусухое, либо полусладкое, то вам тоже нужно детально знать процессы получения этих вин. Просто так, досыпая сахар, вы нужной цели не добьетесь. У меня есть на канале также видео отдельно по полусухим, полусладким винам. Ссылку я вам тоже оставляю. Следующая довольно частая ошибка, это слишком частое снятие с осадка, которое тоже широко пропагандируется. Это описано во многих-многих рецептах и способах приготовления домашних вин. Так вот, если вы только не используете специальную технологию, есть такая технология, называется биологическое азотопонижение для определенных целей, когда нужно очень сильно притормозить брожение вина, используется технология в приготовлении игристых вин. Асти использует, по крайней мере, раньше они использовали эту технологию. Если ваша цель не получить тигристое вино с очень замедленным брожением, то делать это слишком часто не стоит. Мы снимаем один раз с грубого осадка вино, когда у нас уже брожение закончилось. И дальше мы уже работаем с более тонким осадком по мере необходимости. Как правило, между первым и вторым снятием может пройти месяц, два, а может быть и более. Ну, в зависимости от того, как это самое вино себя ведет. Следующая ошибка, это излишнее стремление к чистоте, стерилизация, пастеризация. Но сейчас я вот этот пункт чуть более подробно поясню. Мы можем сбраживать вино на диких дрожжах, которые есть на виноградной ягоде. Можем добавлять культурные дрожжи. Если мы добавляем культурные дрожжи, то для того, чтобы притормозить те дрожжи, которые у нас уже есть на виноградной ягоде, используют вот эту самую серу, о которой мы с вами немножечко уже поговорили. Некоторые люди считают, что вот эти дрожжи надо убить, но серу я добавлять не буду, поэтому мне надо как-то это все погреть, перекипятить сок. Еще как-то нет. Ни в коем случае это делать не стоит. Слишком вот такие резкие температурные воздействия приводят к порче сусла, приводят к окислительным процессам. То есть так делать нельзя. Уже если действительно очень-очень хотите, есть, да, технология определенная для термической обработки, но там не кипятят, не сильно и недолго нагревают, там либо окунают гроздь и в кипяток достали и вынули, либо же обдают паром. В таком случае окислительный фермент убивается, да, то, что на поверхности убивается, но тем не менее даже такие сусла без добавления культурных дрожжей прекрасно бродят, потому что дрожжи присутствуют еще много на чем, и даже когда мы гроздочки опускаем, где-то на гребешках все это остается, и такие сусла, повторюсь, начинают быстро пройдить. И вот этот процесс, ну, скажем так, очищения, да, если мы хотим, ну, мало ли у вас какой-то очень загрязненный виноград, и вы бы хотели его очистить, вот это будет процесс правильный, технологически правильный, потому что нужное он оставит, разрушает только фермент, который способствует окислению, высвобождает некоторые питательные вещества для дрожжей, то есть так делать можно, но кипятить, как-то это варить, не следует. Конечно, тоже есть процесс, когда мы термически обрабатываем сусло, его увариваем, но там могут возникнуть определенные проблемы, тоже бездумно это делать не стоит, нужно почитать об этом процессе и понимать, с чем мы можем столкнуться, с какими сложностями в дальнейшем. И пастеризация тоже, многие считают, что для хранения вин обязательно их нужно пастеризовать. Нет, не обязательно, правильно и хорошо сделанное вино будет прекрасно храниться без этого. Пастеризация – это крайние меры, если у нас что-то пошло не так, если у нас вино начинает, например, на начальном этапе зауксусиваться, появляются какие-то пленки, появляются какие-то нежелательные процессы, да, в таком случае мы можем применить этот прием. Если у нас все нормально с вином, то делать этого не следует, потому что в любом случае пастеризация – это очень жесткое воздействие на вино. Не всегда, но в некоторых случаях может ухудшить вкусовые качества, поэтому без необходимости делать этого не стоит. Следующая ошибка – это слишком ранний розлив бутылки, слишком раннего купорка. Много раз тоже я об этом на канале рассказывала, ну, кто-то сейчас смотрит первый раз, очень кратенько поясню. У брожения вина есть несколько этапов, есть несколько разных видов брожения. Есть брожение яблочно-молочно, оно очень замедленное, либо если вы первоначально вот там извращались с этими всеми сахарами и прочим, у вас может получиться недоброд, брожение остановилось, вам кажется, все готово, вы это закрываете, а весной у вас начинают рвать пробки, начинает все это взрываться, либо получаете очень газированное вино, потому что весной ваше вино вдруг решило побродить. Случаи очень частые, бывает даже у тех, кто соблюдает все технологические процессы, начинается вот это вот весеннее брожение, какие-то там последние моменты дображиваются, поэтому слишком рано, ничего разливать не стоит, либо если мы разливаем, то негерметичные пробки, иногда их проверяем, ну, чтобы не получить неприятных сюрпризов, потому что если еще просто будут газики, ничего, если все взорвется, ну, будет больно и обидно. И напоследок, самая-самая важная и самая-самая главная ошибка начинающих виноделов, это использование плохого винограда, я вам даже расскажу такой пример, много-много лет назад, когда я еще была начинающим виноградарем, и на выставке я подошла спросить, чтобы мне порекомендовали какие-то сорта для вина, и мне там женщина ответила, ой, знаете, мы делаем вино вот со всего-со всего, с любого винограда, все, что у нас остается там, не кондития, мы со всего делаем вино. Нет, нет и еще раз нет. Если вы хотите хорошее вино, вот без всяких этих извращений с сахаром, с водой, там еще с чем-то, нам нужен хороший виноград. Он должен быть не гнилой, он должен быть чистый, он должен быть нормально созревший. Ну и, конечно, виноград, который специально для этого предназначен. То есть это либо технические сорта, либо универсальные. В некоторых случаях, конечно, можно сделать вино из столового винограда. Некоторые сорта для этого подходят. Я сама делаю из одного столового сорта вино, и получается очень хорошо. Но далеко не все сорта для этого все же подходят. И лучше использовать то, что специально предназначено для виноделия раз, и виноград в хороших кондициях, в хорошей зрелости, чистенький, повторюсь, не гнилой. Именно тогда вы сможете получить хорошее, качественное вино. О степени зрелости мы тоже еще будем говорить. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Напомним, все полезные ссылки на другие ролики, мои контакты и каталог наших сортов винограда. До новых встреч!